Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить вопросы строительства. Присоединяйтесь. 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 Присоединяйтесь к вашим словам и переходим к делу. К профессиональному празднику с какими результатами подошли гомельские строители? Как полугодие сложилось в отрасли? Мы совсем недавно провели очередную коллегию в строительном комплексе Гомельской области и подвели результаты. Итоги полугодия, конечно, радуют. На сегодняшний день темп строительно-монтажных работ к уровню прошлого года составил порядка 112% или 800 миллионов рублей. Темп строительства жилья от задания составляет 53%. Это один из лучших результатов в стране. Кроме этого, выручка на одного работника – это такой показатель, который характеризует фактическую работу наших строителей, который дает возможность человеку заработать и получить достойную зарплату. К уровню прошлого года составил порядка 130%. Значит, и зарплату, наверное, можно поднять, да? Конечно. На сегодняшний день тоже аналитика такая есть. Есть предложение всем руководителям рассматривать с ростом выручки и рост подъема заработной платы. Анализируя ситуацию по области, за полугодие, за первое полугодие, рост зарплаты составил порядка 11% к уровню прошлого года. И та цифра, думаю, для строителей, которая обсуждается во всей стране, это тысяча и выше рублей, я думаю, эта цифра достижима. Есть результаты. И кроме этого, последнее интервью, которое давал министр Анатолий Борисович Черный в плане тарифов и ставок строителей, в плане, ну, дал нам на сегодняшний день возможность зарабатывать. Особенно на тех работах, которые, ну, максимально сложные, такие сварочные, монтажные работы, там дополнительно будут изменения рост тарифов до 20%. И это тоже даст возможность рабочему человеку заработать дополнительные средства. Конечно, и люди должны быть заняты, и работа должна быть у всех, и зарплата, соответственно, тоже. Ну, а вы могли бы кого-то отметить, особенно в этом году? Был ли какой-то проект, который очень вам понравился или очень громко прозвучал? Ну, у нас, во-первых, я хотел бы отметить трудовые коллективы, в первую очередь. Потому что это руками трудовых коллективов созданы объекты, которые украшают, в том числе, наш город Гомель и нашу Гомельскую область. Лучшими, когда подводили итоги, это стали крупные строительно-монтажные тресты, такие как Гомельский строительно-монтажный, объединенный строительно-монтажный трест, 14-й трест. Наши домостроительные очень неплохо сработали. Это и Гомельский домостроительный комбинат, и наш Мозельский домостроительный комбинат, которые работают не только у нас здесь, на территории страны, и большая загрузка идет на экспорт. Это свидетельство о том, что наши услуги на сегодняшний день конкурентоспособны и дают возможность зарабатывать нашим людям и строить доступные объекты не только в нашей стране, а еще за рубежом. А куда выезжают строители наши в Россию? Россия. Есть наработки по Украине, есть наработки и уже хорошие результаты по работе в Польше, поэтому на сегодняшний день мы конкуренцию неплохую составляем, можем делать объекты качественно. Это приятно. А что касается работы гомельских архитекторов, были ли какие-то профессиональные достижения, может быть, победы в конкурсах? Одно из самых приятных, на сегодняшний день, даже для меня приятно, есть у меня первый заместитель по архитектуре Кохацкого, Светлана Николаевна. Сегодня, в преддверии праздника, в Гомеле, ей вручается заслуженная награда с рук министра. Она большую часть своей жизни посвятила архитектуре, в том числе этого города Гомеля. И мне очень приятно это отметить вот здесь, в прямом эфире. Поздравляем Светлану Кохацкого, благодарим. Она всегда очень открыта с журналистами и всегда... Да, открытый, чистый человек. Да, очень с нами хорошо общается и все новости, какие есть в отрасли, нам рассказывают. Мы это очень ценим. Ну, давайте перейдем тогда к сюжету. А мы вернемся в эту студию через несколько минут, посмотрим сюжет и присоединяйтесь, звоните. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для многих молодых семей свой собственный угол – второе счастье, которое уступает по значимости лишь рождению ребенка. Новые микрорайоны города зачастую заполняются именно такими семьями. Тем не менее, у только что полученного жилья есть и обратная сторона – отсутствие детских садов. Для жителей 104-го Гомельского микрорайона эта проблема актуальна уже не первый год. Некоторые родители даже предложили за свои деньги построить частный детский садик. Впрочем, теперь эта инициатива становится неактуальной. В июне в этом микрорайоне началось строительство дошкольного учреждения. Его сдача запланирована на конец года. Причем, если строители успеют выполнить еще и отделочные работы, воспитанников детсад может принять уже в январе-феврале 2019-го. Какой-то специальной очереди сюда нет. Места предложат всем, кто не смог найти их в других садах. В какой-то мере это будет своеобразной компенсацией за ожидание. В рассчитанном на 190 детей учреждения обещают создать практически идеальные условия. В переменной этажности три секции. Самая максимальная секция три этажа. Минимальный один этаж. Детская площадка очень большая. Она заключается в себе 10-ти дневных навесов с разными комплексами, детскими универовыми площадками. То есть очень большая территория для того, чтобы дети могли гулять. История развития социального жилья насчитывает не одно десятилетие. Программы по обеспечению граждан жильем по низким ценам или вовсе бесплатным реализовывались во многих государствах, включая Советский Союз. Впрочем, в Беларуси социальное жилье начали строить относительно недавно, хотя и за это время государство обеспечило муниципальными квартирами тысячи жителей. В возводимом в 96-м микрорайоне доме предусмотрено 100 однокомнатных квартир. Решение о его строительстве Гомельский городсполком принял еще в 2016-м. Почти полтора года понадобилось для экспертизы проекта и получения китайского кредита. Корпорация МСС-15 стала не только инвестором проекта, но и главным инспектором работ. Просят постоянно прислать фотографии, ежедневные фотоотчеты. Плюс раз в неделю приезжают сами. Ну, ходят, смотрят, проверяют. Впрочем, контроль над строительством социально значимых объектов в Гомеле осуществляют не только иностранные партнеры. В 2016 году в городе началось строительство областной детской больницы. По проекту старые здания реконструировали, а рядом возвели хирургический корпус. Сегодня больница уже принимает маленьких пациентов, а временные неудобства, связанные с масштабными строительными работами, начинают забываться. В различные периоды на объекте работали от 600 до 1000 специалистов. Это если не считать инспекторов Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области. Проверок было достаточно много. Те замечания, которые выявлялись в ходе проведения проверок, мониторингов, своевременно устранялись строительными организациями. Как известно, генподрядчик 14-й трест. Что касается качества строительства, заключение выдано госстроенадзора и не только всех надзорных органов. Качество строительства приемлемо и нормально. Вы смотрите «Диалог» Андрей Барановский, председатель комитета по архитектуре и строительству. Сегодня у нас в гостях. Детская больница – действительно главный объект, который появился в Гомельской области. Даже удивительно, что на таком относительно небольшом участке такой масштабный, такой современный комплекс удалось разместить. Андрей Анатольевич, сложная была задача? Задача, конечно, была сложная. И в первую очередь, даже не в том плане, что, скажем так, на ограниченном участке надо было построить такой объект, который на сегодняшний день, как вы знаете, уже принимает деток, которые лечатся там. Слава богу, объект получился очень неплохой. При должном проведении инженерной подготовки были все приняты мероприятия. Была подготовлена площадка, осуществлен снос строений, которые там размещались. Все помните. Но самая основная сложность, я считаю, это все-таки ресурс временной. Поэтому, чтобы выполнить объект, построить и возвести, и ввести в срок, пришлось обеспечить огромное количество трудовых ресурсов на объекте. В день у нас в смену находилось на объекте от 800 до 1000 человек одновременно. И всех этих людей надо было увязать в четкий график работы. Поэтому здесь были опробованы новые технологии строительства в плане организации. Управления. Конечно, четкий учет, ввелся трудовых ресурсов, ежедневный ввелся анализ, сколько выполнили на объекте, сколько нужно выполнить, какие надо материалы подготовить. Интересный объект был. Жаль, конечно, одно, что этот объект мы уже построили, надо переходить к другим таким объектам. Но опыта, допустим, для 14-го треста, которые участвовали в этом объекте, я думаю, приобрели большой опыт. Конечно, когда такая задача решена, то уже чего же дальше бояться? Уже дальше все, наверное, будет гораздо проще. И по времени можно будет в более спокойном темпе это делать. Вообще, то, что получилось, вам понравилось, вы довольны результатом? Конечно. То есть именно так, как это было изначально по проекту задумано, так все удалось осуществить? Детка объектов, в первую очередь, не строителями дается, а теми людьми, которые будут там жить. Это врачи, медперсонал, дети, которые лечатся. Уже по первым впечатлениям матерей, которые ложились туда с детками, уровень оснащения палат, ну, скажем так, для Гомельской области аналогов нет. Потому что палаты свободные, предусмотрено кондиционирование, очистка воздуха. Есть условия все для того, чтобы мать с ребенком комфортно себя чувствовать. Вот это главный центр для нас. Ну да, Бог там надолго никому не задерживаться, а врачи уже сказали спасибо, да, строителям? Да, вот это главный оценок. Уже смогли оценить. Ну, действительно, нужно, чтобы людям было комфортно там работать, и чтобы был результат. Скажите, пожалуйста, какие новые задачи теперь у строительного комплекса, какие еще новые объекты, интересные для области, вы планируете в ближайшее время? Ну, вот здесь показали объект, тоже социально значенный в репортаже. Это детский сад в том же Гомеле. Мы понимаем, что наш город, он на сегодняшний день разрастается. Население очень много, ну, молодежи, создают свои семьи, рождаются дети, и слава Богу. И надо нам, строителям, поспевать за демографией нашего города. Поэтому Владимиром Андреевичем, дворником, было принято решение о строительстве такого объекта. Нам эту задачу поставили, мы, я думаю, срок воплотим. Тем более, этот объект будет очень интересный. Аналогичного садика, который здесь будет строиться не по архитектуре, не по составу, нет. Нет. Совершенно новый проект разработан. Не привязывался, как там, ну, бывает, часто у строителей, там, у архитекторов старый какой-то объект, а совершенно новый проект, двумя проектами разработан. Очень интересный проект. Я его видел и в эскизном варианте, и сейчас контролирую, в том числе, и процессы строительства, чтобы объект был отдан гражданам в срок. Еще, если говорить об областных объектах, мы не должны забывать такие масштабные строительства, как Петриков, горно-обогатительный комбинат строится. Этот объект тоже будет знаковый. Основной объем строительства будет 19-й год. Вот. Сейчас уже принято решение руководством ГОКа совместно с нашим губернатором Владимиром Андреевичем Дворником о строительстве инфраструктуры жилых домов, детского садика, кстати. Тоже очень приятный будет бонус для тех людей, которые со временем поедут жить. В ближайшее время там 4 дома будет возведено и сам комбинат. Мы сами понимаем, что это новые рабочие места и так далее. Не надо забывать о таком же объекте, знаковом для нас, для гамильчан, это реконструкция МПЗ Мозриского. Тоже огромные сегодня средства туда влажены, большие трудовые ресурсы там работают. Этот объект будет тоже развиваться и строиться, и даст нам определенный экономический эффект, в том числе дополнительные рабочие места. Белорусский металлургический завод также проводит свою реконструкцию, развитие. Сейчас тоже там ряд проектов будут, скажем так, настроены на экологию больше завода этого. Поэтому проектов на территории Гомельской области много и воплощать мы их будем. Как вы слышали, жидковичи тоже у всех на устах, когда связь между регионами была нарушена, и строителям дано задание к сентябрю возвести объект как мост. Поэтому задач хватает, и мы их будем выполнять. Да, в разных точках действительно нашей области есть важные и значимые объекты. Сейчас предлагаю дать слово нашим гомельчанам. В этот раз для опроса мы выбрали следующий вопрос. Как вы оцениваете качество жилья? Его мы адресовали жителям новостроек. Именно в нашей квартире все было хорошо. Ничего не надо было переделывать. Все устраивало. Неприятно было то, что построено за полную стоимость, но строительный мусор, свой личный мусор оставили в квартирах. Это, наверное, было самое главное. Мы без отделки получали. Вроде бы нормально, там придраться не к чему было. Были там косяки мелкие такие. Вроде бы все устранили. Так нормально все. Протекают балконы, когда сильный дождь. А так претензий нет. Удовлетворительно. Единственное, только по коммуникациям сантехническим вопрос. Есть по подводке труб, краны, вот эти все пластмассовые, полипропиленовые. Не очень качество. Мне приходилось менять у себя. Потому что возник вопрос в том, что он не закрывается не до конца. Приходил сантехник, сказал, краны не очень. По гарантии такие же ставят, устанавливают. Пришлось покупать самому и устанавливать свои краны. Никаких изъянов особых не было. Замечаний тоже. Те были, которые маленькие замечания, то сотрудники ДСК приезжали и устранили. Маленькие замечания-то какие? Маленькие замечания были какие? По вентиляции были вопросы. По поводу санузла. Ну, все сделали. Хорошее, очень хорошее. Я построил долевую квартиру. Кабинья, отец на 59-м микрорайоне. Очень хорошее. Строила ДСК. Вопросов нет вообще. Вы смотрите Диалог. Мы работаем в прямом эфире. Говорим сегодня о строительстве. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, высказывайте ваше мнение. Андрей Анатольевич, как прокомментируете? Какие недостатки, недоделки выявляются при сдаче домов? Насколько это частые явления? Ну, в общем, если говорить языком цифр, то в этом году только долевых квартир было возведено больше 1200. В этом я говорю про Гомельскую область. Из них непроданных всего лишь порядка по всей области 90 квартир. Люди голосуют своим рублем. На сегодняшний день человек покупает это жилье. Конечно, есть определенные проблемы у строителей с качеством до сих возникают. Но у нас есть полное взаимопонимание с госстроенадзором. Мы инициируем совместно с ними проверки строительных объектов. Обращаем максимальное внимание на жилье. Вот если говорить о примерах, то в этом году порядка 800 нарушений выявлено за первое полугодие только госстроенадзором. Это очень большая работа, которая проводится. И мы стараемся максимально качественно отдать уже продукт потребителю. Поэтому работа эта будет продолжаться. Те нюансы, которые есть, я думаю, строители будут в дальнейшем как-то учитывать. Мы все видим, что даже сейчас было смотреть приятно из этого ролика, что большой критичной массы по качеству нет. Так как я бываю часто на объектах строительства, в том числе и жилья, я вижу все своими глазами. И есть моменты, на которые еще строителям надо работать. Это тоже мне понравилось, как женщина говорит, это тот же мусор, который строитель за собой зачастую оставляет. Да, я хотела спросить, как в принципе такое могло случиться, что он остался? То есть не было сдачи квартиры, проверки какой-то перед тем, как люди пришли? Мы обязаны сдать проверку жильцу. Заводятся специальные журналы, подписи ставятся жильцов, где каждый жилец ставится. Ну и понятное дело, что никто же не поставит эту подпись, видя у себя в квартире что-то. Ну это больше к культуре относится, к культуре наших коллег-строителей. Но я думаю, та работа, которая на сегодняшний день проводится в области, даст возможность все-таки это поправить. Слава Богу, что жители обращаются, в том числе и ко мне на прием, и телефонные звонки часто принимают. И мы передаем максимально быстро эту информацию гос.надзор для того, чтобы применить меры, если есть какие-то такие вот выпиющие недостатки. Конечно, учитывая, как это жилье достается, как оно стоит, ведь не бесплатно сегодня все это люди получают. Поэтому, конечно, хотелось бы уже вкладывая такие деньги в жилье, получить его действительно качественным. Так, чтобы уже потом только радоваться. Есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер, давайте уделим ему внимание. Гуляет такая территория между улицами Жуково и Хмельницкого. Некогда нам обещали здесь спортивный комплекс и рынок, и даже троллейбусную линию. Не передумали? Советский район Елена отправила сообщение. Спасибо. Пустая территория между улицей Жуково и Богдан Хмельницкого. Представляете себе? Да, я представляю, но она в перспективе, конечно, рассматривалась под эти объекты. На сегодняшний день окончательно еще решение не принято. И в рамках корректировок, которые сейчас проходят, в том числе, градостроительных документов, я думаю, решение какое-то примем. Но пока конкретики нет. Не ближайшего года, да? Нет, не ближайшего. Конечно. Какие виды благоустройства будут выполнены в ближайшее время в шведской горке? Здесь будет строиться парк или какая-то другая зона отдыха? Галина. Понятны, конечно, волнения новоселов. Хотелось бы выходить и видеть что-то красивое уже у себя. Волнения новоселова понятны. Что касается самой шведской горки, ну и не только, если уже говорить в общем, то есть такое поручение нашим домостроителям, в том числе тем, которые максимально проводят застройку, это наш Гомельский домостроительный комбинат, ставить объекты, скажем так, социального назначения. Это такие комплексы, детские комплексы. И горожане, я имею в виду местная исполнительная власть, по поручению Владимира Андреевича, я знаю, что выезжала в определенные регионы и брали для себя информацию, объекты, ну как у коллег, даже, ну скажем так, за территорией республики. И сейчас разрабатываются мероприятия и разрабатываются какие-то определенные виды благоустройства, которые будут максимально устанавливаться в городе, в том числе и в Гомеле. И это будет как социальная нагрузка к тем застройщикам, которые строятся в городе. Будет определять местная власть, где и что, в том числе и в Шведской горке планируют устанавливать. Будет определять местная власть как социальную нагрузку. Вот если вы строите, допустим, на территории города, то, пожалуйста, что-то должны, кроме той прибыли и жилья, которые вы там строите, для народа, для населения и какой-то объект социальный для той группы, которая там, допустим, проживает. Справедливо. Есть такие уже примеры у нас, и я думаю, мы по этой теме пойдем и дальше работать. Есть еще один вопрос. Николай отправил сообщение. Почему так мало работы дают Гомель промстрою? Интересный вопрос. И может даже я поясню, что на сегодняшний день нет такого понятия «дают работу». На сегодняшний день работает рынок. Страна наша работает в рыночных отношениях. Есть определенные ресурсы интернет. Это, по-моему, площадка называется iStraight. На этой площадке размещаются абсолютно все объекты строительства, все требования к этим объектам строительства. Любой руководитель, в том числе промстроя, при желании всего лишь может выйти на эту площадку, определиться, выбрать объект, поучаствовать в конкурсе и строить. Тем более законодательство на сегодняшний день позволяет с минимальным снижением работать на объекте. Допустим, для промстроя, я думаю, это вообще не проблема. Потому что одни из критерий основных – это история этого предприятия. Это какое предприятие, чтобы зайти на площадку строительную. В перечне документов есть обоснованная такая информация. Предприятие подведомственное комитету? Нет, это предприятие находится на территории Гомеля, но на сегодняшний день оно принадлежит министерству. И оно находится, насколько я понимаю, в холдинге, насколько я знаю. Не совсем подведомственное, но мы в любом случае оказываемся готовы в помощь любому предприятию. Мы не расцениваем в Гомельской области предприятия министерские, коммунальные или безведомственные формы собственные. Для нас все предприятия одинаковые, потому что это работают наши люди. Наши люди здесь получают и зарплату, и обеспечивают своей семьей определенным доходом. Поэтому, если какая-то помощь нужна от комитета, где-то разъяснить, показать, направить на какие-то объекты, комитет готов идти на встречу. Ну, обидно, наверное, когда какая-то организация застройщик выполняет дорогостоящие и какие-то успешные востребованные проекты, а другие в это время простаивают. Ну, на сегодняшний день... И при этом сам работник на эту ситуацию никак повлиять не может, он может только сменить место работы. Конечно, руководитель должен и обязан. Ну вот, если взять портфель заказов и общие объемы, есть такой показатель, как подрядная работа. В целом оценивается, как загрузка предприятия идет. И вот уровень подрядных работ к уровню прошлого года выше порядка на 13-14%. Портфель заказов обеспечены все. А то, что рынок на сегодняшний день, наоборот, очень хорошо, дает возможность нашим строителям иметь желание построить объект и быстрее, и качественнее. Поэтому рынок, он должен быть в том числе и в строительстве. Боже мой телезритель, я напоминаю, что номер нашего телефона 340-043-340-043-3, номер Вайбера, есть еще некоторое время, которое мы готовы ответить на ваши вопросы. Андрей Анатольевич, конечно, появление в городе нового микрорайона, это такая новость очень хорошая. А вот новость об уплотнении люди воспринимают неоднозначно. Можно было бы, конечно, порадоваться, да, если квартиру там получит кто-то из знакомых, детей или близких, тогда приятно. А если так, просто вот за твоим окошком вырастает новый дом, но это как-то никого не радует. И споры эти, ажиотаж этот общественный могут разрастаться и очень звучать громко. Как вы думаете, почему такая болезненная порой эта тема? Я считаю, в первую очередь тема эта возникает, скажем так, болезненной из-за недостаточной информации, которую дают наши застройщики людям. В первую очередь, что будет, какой это будет объект, что получит тот человек, который здесь живет. Из последних примеров, сейчас тост озвучит, и у меня люди были, общались по улице Пионерской. И сами, ну они, конечно, им, я так понимаю, когда проводили общественное обсуждение, полностью не объяснили, что же они получат. Что они получат хорошие там, допустим, и парковки, какие-то места благоустроенные будут. И когда я общался с жителями, они мне тоже в пример приводили, когда построили еще один там дом, и там стояла, скажем так, разруха и бедлам. И когда построили дом, получилось красивое благоустройство, и на сегодняшний день с детьми там не страшно играть будет. Поэтому я считаю, вот в первом плане это недостаток информации. Андрей Андреевич, у нас есть телефонный звонок на линии, потом мы к этой теме вернемся. Хорошо. Не возражаете? Да, нет. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я бы хотела узнать, мы проживаем в городе Гомеле по улице Ленинградской, по правой сторону от Ильича. И наши дома под снос, там буквально несколько домов, такой участок. И хотели бы узнать, когда будет снос, потому что все молчат, ничего не говорят, а мы хотели бы, у нас там дома такие ветхие. Да, это на самом деле такое ожидание тревожное, ждать, что же с этой улицей произойдет. Спасибо большое, что позвонили нам. Андрей Анатольевич, есть у вас какие-то новости для Натальи? Информация есть, но конкретику сказать может только администрация. Я, насколько владею информацией, там планируется застройка, многоэтажные дома планируется невысокой этажности строить. И уже рассматривается перспектива до следующего года, 19-го. Но как к ней подойдут, потому что там есть ряд вопросов, скажем так, касающиеся энергетики. Как обеспечить эти дома потом теплом в том числе. И эти вопросы на сегодняшний день еще не решены окончательно. Поэтому в перспективе планировался 19-й год. По той информации, которая есть у меня в комитете. А решены ли эти вопросы застройщикам, можно уточнить у меня в комитете. Выйти на меня или оставить номер в редакции. Я потом поясню уже более детально, когда, что там планируется. Ваш номер оставьте, пожалуйста, нашему редактору. И специалисты комитета свяжутся. Конечно. Давайте продолжим. Мы говорили об уплотнении, о том, что порой уже получая результат, получая благоустроенную территорию, люди, наверное, потом уже рады, что все закончилось именно так. Болезнен именно сам процесс строительства? Сам процесс строительства, потому что создается некое неудобство. Это и техника, это и передвижение постоянно каких-то людей, я имею в виду работников. День и ночь, как мы строим, это сменный режим работы практически круглосуточный, чтобы вовремя объекты сдавать. Вот эти неудобства создают. И когда человек привык к определенной среде, особенно в старых микрорайонах, когда там уже все спокойно, и, ну, скажем так, заезжают только свои, и здесь какой-то бедлан. Там очень хорошие дворы. Дело в том, что очень комфортные. Да, да, да. Вот этот бедлан такой, и вот это пережить надо. И, конечно, это, ну, это можно понять. Это обидно. Можно понять. Поэтому я хочу вот, и чтобы тем исполнителям, которые на сегодняшний день застройщики, я тоже это все поясняю, объясняю, надо всегда общаться с людьми. Спокойно разъяснять, давать информацию полную на плакатах, что будет, что получит. И обязательно учитывать мнение людей. Обязательно. Конечно, запрещать строительство там, где на сегодняшний день это нужно. И можно, ну, не совсем правильно было бы, но максимально требование людей для того, чтобы не только там улучшить, скажем так, жилищные условия тех, которые поселятся в новой среде, а и для той сложившейся атмосферы, которая уже есть, надо что-то тоже сделать. Сделать или площадку, собрать людей. Надо в первую очередь начинать с людей. У нас зачастую бывает, что мы вроде и сделали общественное обсуждение, вроде что-то и услышали, а потом, когда с людьми плотно не работаем, получаются такие вот моменты. Я считаю, вот с этого надо начинать. В первую очередь с людей. Потому что это делается в первую очередь и для людей в том числе. Вот это главное не надо забывать. И люди должны какие-то преимущества или хотя бы компенсацию, потому что потеряли, получить. Здесь, если, допустим, вот тоже пионерская, вернусь, когда я там общался с людьми, да, когда первый дом они возводили, ну там была тоже определенная критика в адрес строителей, администрации, в том числе, что там, да, уплотнение идем и все остальное. Но когда получили хороший объект с благоустройством, критика эта ушла. Ну, на сегодняшний день тоже так же надо работать и по остальным объектам. Надо показать человеку, в первую очередь, который там проживает, вот, мы даем вам определенную среду, вы улучшите свою среду. И не парковками, как многие там пытаются рассказать парковки. Парковки-то вторичные. Человек должен дышать чистым воздухом, видеть какие-то там деревья приятные, которые глаз радуют. Видеть какое-то благоустройство, видеть спокойные площадки для детей. Вот это главное. Вот это людям надо давать, когда заходим в уплотнение. Ну, зачастую у нас все это получается, доходим до скандала. Поэтому, я думаю, меры мы будем принимать, обращения эти есть. И я буду все-таки заставлять застройщиков больше и плотнее работать с людьми. Да, это, конечно, правильно. Хотел бы с вами обсудить, был такой проект интересный, специфический для Гомельской области, который потом планировалось распространить на другие регионы. Детский садик на первом этаже жилого дома. Как он работает сейчас? Ну, объект очень даже неплохой, интересный. Но, еще раз скажу, что это не новшество для страны, в том числе для области, Гомеля. В Гомеле у нас когда-то был такой объект. Устроен этот детский сад, есть поликлиники устроенные. Это совершенно не новшество. Но мы на сегодняшний день применили это. Я был буквально месяц назад на этом объекте. Мне тоже самому всегда интересно, как живут дальше наши реализованные проекты. Общался с заведующим, общался с людьми, которые проживают в доме. Ну, мнение положительное. Во-первых, мы боялись, что дети, которые там, группы детей, которые находятся в садике, будут создавать, ну, скажем так, дискомфорт для вторых этажей. На сегодняшний день этого нет. Все сделано очень неплохо, что моя изоляция предусмотрена так, которая должна быть. Поэтому негативных отзывов нет. Усадик живет, слава богу, и очень хороший проект. Что дальше развивать, это, конечно, мы планируем. На сегодняшний день уже вышла с инициативой Могиленовская область, наши соседи. И, насколько я уже знаю, Гомельский ДСК, домостроительный комбинат, который возводил этот объект, проводит переговоры по строительству в Бобруйске такого объекта. Я думаю, это будет распространяться, потому что все, как говорят, новое, это забытое старое. Поэтому пойдет этот проект и дальше. На сегодняшний день у вас требуется. Конечно, в 80-е годы, когда был бэби-бум, когда самая была высокая рождаемость, тогда, наверное, люди знали, куда же всех этих малышей распределить. И тогда понимали, как садики строить. Есть вопрос, который не совсем по адресу и по теме нашей программы, но в определенном смысле, в ответ на сюжет, который у нас прозвучал, по 104-му микрорайону переехали буквально недавно проблемы с садиком. В администрации сказали, что мест уже нет, и все. И на два года вперед. Что нам делать в этой ситуации, Андрей Анатольевич? Просто совет по-человечески. Что делать? Даже интересно. Я очередями, конечно, не занимаюсь. Маленький садик, значит, построили? Ну, садик мы еще не построили. Садик будет на 160 мест. Еще не построили, уже нет мест. Я думаю, что будет возможность данный объект расширить. Садики нужны, нужны в новых микрорайонах, конечно же. Особенно в новых, это все понимаю. Вот еще, что хотелось спросить. Самое главное, все-таки, чтобы жилье строилось, чтобы его для всех хватало, чтобы очереди не растягивались на десятилетия. Уже никому это в 21 веке, наверное, не хочется проверять. Да, 10 лет подряд. Какой ты в этой очереди, под каким номером? С государственной поддержкой? Сколько сейчас у нас строится жилья? И как эти цифры будут меняться в дальнейшем? В этом году выделено на строительство жилья с господдержкой так называемые объекты порядка 88 миллионов рублей. Это можно к этой теме отнести 240 указ, который начал развиваться очень сильно в стране, у нас в Гомельской области. На следующий год мы, по крайней мере, ставим себе задачу увеличить объем строительства. У нас 140 тысяч будет в этом году возведено жилья с господдержкой, в том числе и в год 240 указ. И в следующем году мы наращивать будем объемы до 200 тысяч. Поэтому, я думаю, хотим сократить минимально, чтобы многодетная семья и нуждающихся максимум год-два ждала своего жилья. Вот эту задачу мы ставим перед областью, я перед собой ставлю такую задачу, чтобы нарастить объемы строительства. Кроме этого, как вы знаете, еще есть такие объекты, социальное жилье, которое мы возводим, вот технико-экономическая помощь Китая, которая есть. Да, сейчас на стене у нас были кадры с открытия недавнего очередного дома. Первый этап мы ввели 6 домов, второй этап сейчас опять 6 домов, третий этап в 2019 году начинаем, еще 6 домов построим. Это тоже такое подспорье, большое подспорье для населения, для нашего, особенно для тех категорий населения, которые малообеспечены. Не могут даже по 240 указу построить свое жилье. Построить жилье по 240 указу можно и индивидуальное в том числе? Конечно, на сегодняшний день эта тема, она известна, но не всем, и я хотел бы, чтобы люди занимались и строили. Условия очень хорошие для многодетных семей, ты можешь или подрядным способом, или самостоятельно возвести жилье за кредиты льготные Беларусьбанка. Ну и не только Беларусьбанка, там ряд банков участвуют в этой программе. Поэтому это очень хорошая тема, я думаю, за ней это будет будущая перспектива. И объемы снижаться как минимум не будут, а как максимум? Министр вчера на пресс-конференции сказал, что будут увеличиваться объемы средства жилья. Миллион больше планируют взять еще, поэтому мы для себя тоже задачу ставим, рассматриваем не только уровень этого года, а гораздо наращивать собираемся. Еще раз уже озвучил тему господдержки 240-го, что у нас будет больше квадратных метров, ну соответственно и многоквартирных. Ну что ж, спасибо большое за то, что накануне вашего профессионального праздника вы к нам пришли. Беседа получилась интересной, я надеюсь, что полезной для наших зрителей. Хорошо вам отпраздновать. Спасибо. Наградить всех отличившихся в этом году. Андрей Барановский, председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и за ваши вопросы. До свидания. Продолжение следует...